Секретные материалы отправляются в будущее. Приднестровье. Иллюстрация того, как в скором времени может выглядеть Новороссия. Мизерные зарплаты, отсутствие перспектив, мертвая экономика, два банкомата на всю страну. Вот во что превращаются оккупированные Кремлем земли. Здесь уже 20 лет процветает русский мир. Работать мы решаем скрытую, так как Приднестровье – одно из немногих мест мира, куда зарубежный журналист не может попасть без специального разрешения и правительственного конвоя. Въезжаем в страну, которой нет. Приднестровские пограничники тщательно обыскивают нас и проверяют паспорта, но отметки в них не ставят. Непризнанное государство не имеет на это права. Большинство прохожих на улицах – русские миротворцы. Повсюду военная техника. Несуществующее Приднестровье еще в 90-х пережило фактически такой же сценарий, который сейчас полыхает на востоке Украины. Когда Приднестровье создавалось, нам тут обещали рай на земле, потому что действительно большая часть промышленности сконцентрирована именно в нашем регионе. То есть, в общем-то, в основном Молдова – это аграрная страна. Вместо райских садов эта земля стала рассадником терроризма, контрабанды и кровопролития. Секретные материалы покажут вам, как на самом деле живет никем не признанное Приднестровье после отделения от Молдавской республики. Почему спустя 20 лет после войны там до сих пор находятся русские военные базы? И работает КГБ. И кто убедил здешних жителей в том, что в Украине живут фашисты? Фашисты? Да? Не убивать. Ой, расскажите нам. А как рассказить, расскажите, уже только расскажите, расскажите, уже сразу хочется дать. Молдова прошла, оказывается, по тому же сценарию. Приднестровье отделилось из-за того, что молдаване не разрешали говорить по-русски. Удовы свой язык, они опять при молдавском набривали. Они все не забывают, они нас не забывают, потому что все воевали. И ни за чего, за язык, убивали людей, как бы не пили. Вот как у вас фактически. Россия не по доброте душевной помогает непризнанному государству. Приднестровье – настоящий джокер в рукаве. Прогрозы у нас не только на сходе, а и на певдне есть. И там турбование, весь, какая есть, нужно не уменьшить, а больше. Сегодня здесь проживают около трех тысяч русских военных. Есть военные силы, которые в случае военного конфликта сразу же, я думаю, начнут военные действия. На всех мостах и дорогах между Молдовой и Приднестровьем блокпосты якобы миротворческих сил. На большинстве из них оборудованы огневые точки, а под маскировочной сеткой стоят ПТРы. Молдова долгие годы пытается вывести российских миротворцев и заменить их натовскими. Кремль все это время обещает убраться во своясе. Но это всего лишь слова. Ведь у России здесь расположена самая большая в Европе военная база. Секретные материалы отправляются в самую опасную точку Приднестровья – поселок Колбасное. Это огромная военная часть, обнесенная колючей проволокой, возле которой вырос угрюмый военный городок. Именно здесь, в подземелье, хранится гигантская бараховая бочка с боеприпасами. По различным оценкам, там находятся более 20 тысяч тонн снарядов, мин, авиабомб, гранат и патронов. Кроме того, здесь танки, артиллерия и сотни тысяч единиц стрелкового оружия. Основную часть оружия сюда завезли после вывода советских войск с Чехословакии. Взрыв этих складов приравнивается к взрыву атомной бомбы. Начинаем экскурсию молдавским русским миром со стороны Приднестровья, Тирасполя. Первое, что бросается в глаза – бедность и безнадега. Время тут уже давно остановилось. Здесь архитектура и атмосфера города наталкивают на одну мысль – здесь «Союз» не умирал. Здесь все хорошие, ничего не имеет. Сразу скажу, работы все прекратились, все прекратилось. При населении в полмиллиона на улицах очень мало людей и еще меньше машин. По дорогам рассекают преимущественно москвичи и «Жигули». Встречаются и на марке, но в основном сильно поддержанные. Хотя в Приднестровье низкие ввозные пошлины, и машины здесь гораздо дешевле, чем в Украине. Снять деньги с карточки в Тирасполе – большая проблема. Местные банкоматами практически не пользуются. Да и найти их в городе – задача не из легких. После часа поиска мы обнаружили один банкомат, и тот не рабочий. Зато на каждом шагу здесь есть обменники. Деньги с карточки можно снять только в банке. В долларах, гривнах и рублях. Только после этого можно купить местную валюту – приднестровские рубли. Зато по всему городу здесь пестрят вот такие вывески. Некая компания «Шериф» имеет практически полную монополию в республике. Частная фирма владеет основными предприятиями республики. Под ней – сеть АЗС, супермаркетов, спортивных комплексов, стадионов, телеканалов, местные операторы сотовой и стационарной связи. Президент компании «Шериф» Виктор Гушин. Местные его называют хозяином Приднестровья и пророчат царский трон. Местные рассказывают, что начинал Гушин, как и многие в Приднестровье, еще в 90-х с контрабанды. Схема какая была? Ну вот тогда. На «Шериф» вылечился, пришел танкер, он там разгружается сигаретами, едут сюда в Приднестровье, там как через границы, не знаю. Приезжают на «Шериф», здесь на «Шерифе» оптом торгуют сигаретами, и люди с Одессы приезжают здесь, берут сигареты и везут их в Одессу обратно. Да, вот это вот, здесь тогда, вот в 90-е годы на этих сигаретах очень многие делали бизнес. Приднестровскую Молдавскую Республику за долгие годы признали только такие же непризнанные Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Поэтому с гражданством тут тоже настоящий цирк. У всех есть Приднестровский паспорт, но это просто бумажка. С этим паспортом можно ездить только в пределах Молдавии. Те, кто имеют украинские или русские корни, оформляют гражданство этих стран. Так что у большинства здесь по два-три паспорта разных стран. Приднестровский – это внутренний паспорт. Понимаете, в чем дело? В Приднестровье, как непризнанная республика, у нас нет загранпаспорта. А вы не страдаете? Нет, абсолютно. У меня муж украинец, у него украинское гражданство. У кого российское гражданство, у кого молдавское, мы абсолютно от этого не страдаем. От отсутствия загранпаспортов местные и вправду не страдают, так как выезжают преимущественно в Россию на заработки. Средняя зарплата в Приднестровье – 100-150 долларов. Поэтому вся молодежь мечтает об эмиграции. Я говорю, мама, я хочу ехать в Россию, мне нужна БМВ. Вот как я скажу, мама, купи мне БМВ, пятерка, допустим. Она не скажет, ты что, дурак, девочка, где? И все, пойти брать кредит в 5000 долларов и расплачиваться за него 10 лет. За 20 лет здесь выросло новое поколение, которое не знает другого порядка. Вы довольны, да? Конечно, довольны. Но правда, родители мало зарабатывают. Вот мама зарабатывает с двумя высшими образованиями 250 долларов. Несмотря на дотации России, в Приднестровье еле выживают и пенсионеры. Пенсии не хватает. И думаем, немножко ходим, а потом зарабатывает. Мне на медикаменты даже не хватает пенсии. За счет чего? Как платы платить? 600 рублей у нас не было в последствии. Кажется, разрешающие платы, потому что вам дотие, что-то помывает. 150 рублей. 150 рублей, да? Кроме надбавок к пенсиям, Кремль усердно помогает республике газом. Все предприятия ПМР платят значительно меньше цены поставки из России. Более того, местные говорят, что последние пять лет в Приднестровье за газ вообще не платят. Все записывается в долг. В Молдове гораздо выше тарифы на электроэнергию, газ и прочее. У нас дешевле. Дело в том, что Приднестровье не платят за газ России. Я плачу за газ копейки вообще. Но эти деньги, они всегда как бы шли в пополнение бюджета Приднестровья. Кремлевская пропаганда многие годы оттачивала свое мастерство на жителях этой вымышленности страны. Поэтому неудивительно, что на московского царя здесь молятся. Украину ненавидят. Большинство приднестровцев уверены, что в Украине полыхает межэтнический конфликт между украиноязычным и русскоязычным населением. Они сейчас вот как примахно. Там поднимутся, там поднимутся. И вот так вот будет каждый себе делать республику. Мы за еды, но только без дураков во власти. Если бы они не придут и вот так вот не вели себя, что Донецк бы отделился бы, ни Донецк бы не отделился, ни Луганск бы не отделился, дали бы языки. Это все равно что у нас было. Что все, все на молдавский язык, поэтому у нас вот и произошло деление. Уже 20 лет, как никто другой, чувствуют разделение страны в приграничные деревни, которые оказались между двух государств. Это деревня Фарладани. Она находится на правом берегу Днестра, но является молдавской. Чтобы попасть сюда, нужно проехать блокпосты с БТРами и пограничниками. Мы тут туда-обратно, да. Я понял вас, спасибо. Пересекая границу, мы тут же чувствуем, что попали в Молдавию. Практически все местные тут говорят на молдавском. Чуть-чуть, давайте, у меня мужчина попали. Правда, это единственное отличие. Людям и здесь живется не сладко. Зарплаты в Молдове такие же мизерные, а коммунальные платежи в два раза выше, чем в Приднестровье. Мы в магазине учителя, которые на поле работают. Две тысячи лет не имеют. Две тысячи лет 130 тысяч. Каждый день походят в поле снижения. Вот такой походят. Всего за пару километров от молдавского села Фарладанов находится Приднестровский город Бендеры. Поэтому люди вынуждены ходить на работу с Молдовы в Приднестровье. В Приднестровье у нас очень много людей. Очень. Мы на полсенар. И каждый день с паспортами пересекать выдуманную границу. Между двух огней оказались эти люди. Там трасса, там граница. А стоит в сторону наша дорога. Село Дородское – молдавская территория. А огороды этих селян уже в Приднестровье. У них забрали отцовские земли и запретили на них работать. Мы так заблокировали обоих сторон. И наши, и чужие. Местные здесь до сих пор возмущены отделением Приднестровья. Кремлевская пропаганда давно зазомбировала местное население. Нам с трудом, но все же удалось разыскать людей, которые до сих пор хотят вернуться в состав Молдовы. Анатолий хорошо помнит события Приднестровской войны. И, хоть он по национальности русский, всегда был за целостность Молдавии. Вот и Украина тоже единый быть. Там не должны делить левых папором. Живут люди на этой земле. Мне нравится езжать домой. Сколько лет жили все вместе. А теперь все, будни ли суверенитет делить будем. Да, знаете, Россию тоже можно разделить полностью. А с этой Москвой, кто у нас там нет? А то есть они остановлены. Татария, Россия. Они остановлены. А как так, что делается? Он может уходить от России. Но инакомыслящие понимают, русский мир надолго въелся в сознание населения. Люди, которые еле выживают в несуществующей стране, уже долгие годы мечтают присоединиться к России и воплотить давнюю мечту об общем будущем с большим братом. В котором за них будет думать кто-то другой. И все будет бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова